Здравствуйте, дорогие соотечественники, дорогие единомышленники и сторонники. Сегодня 27 сентября, среда. Мы после двухмесячного перерыва продолжаем выпуски с нашим уважаемым международным аналитиком и экспертом Тиграном Авакяном. Добрый вечер, господин Авакян. Добрый вечер, мужик. Рад вас приветствовать. У нас после определенных событий мы наконец-таки выходим в эфир. Мы были, очень многие подходят на площади ко мне, спрашивают, почему нет передачи с господином Авакяном, что случилось и так далее, и так далее. Но на это есть свое объяснение, мы тоже медиаресурсы ограничиваем в какой-то степени. Мы работаем в ежедневном режиме на площади Свободы, поэтому просим отнестись с пониманием. Мы по мере возможности, наконец-таки нашлась данная возможность, мы выходим в эфир с Тиграном Авакяном. По доброй традиции ставьте лайки, комментируйте, распространяйте наши видео, чтобы мы стали еще более доступны для более широкой аудитории. Господин Авакян, предлагаю начать сегодняшний выпуск с наших соболезнований родственникам, близким, как погибших, так и раненых. И в целом людей, которые сейчас вынуждены покидать свои дома, свою родину, свои родные места и переезжать в Армению. Я бы квалифицировал это как насильственная депортация, потому что сначала были военные и боевые действия, в результате чего наши соотечественники поняли то, что жить в составе государства террориста невозможно. И мы пока еще не можем сказать, что будет с Нагорным Карабахом в будущем, какой будет у него статус. Но мы должны быть рядом с нашими соотечественниками, как бы это тяжело не было для всех нас. Если у вас что-то есть подавать, господин Авакян, пожалуйста. Я хотел бы сказать следующее. Сегодня 27 сентября. Ровно три года назад Азербайджан начал войну против народа Арцаха. Ровно три года назад. Я помню этот день, так как я опубликовал сообщи в начале моих действий, где ясно сказал, что основной целью данной войны является совместная операция России и Турции, Азербайджана, которая преследует цели введения русского военного контингента и поражения армянской армии. Я сделал эту публикацию в Facebook и в Twitter. К сожалению, в тот день я был один из всех экспертов, которые придерживались данного мнения. Никто серьезно не отнесся, никто не поверил в то, что это может быть именно так. Я предоставлю, отправлю данное сообщение, его можно будет разместить, которое я тогда опубликовал по необходимости в качестве комментария к нашему видео. Мы видим, что осуществляется этническая чистка. Это убито и пропало без вести большое количество арцахцев, это сотни людей. Это достаточно серьезные потери. Каждая человеческая жизнь, потеря человеческой жизни является трагедией. Я считаю, что главной задачей Армении и армянского общества должно быть спасение жителей арцаха и перемещение их в Армению. Никто не должен остаться в качестве заложников в Азербайджане. И я думаю, что сейчас это является главной и основной целью всех происходящих событий. Господин Вакен, как Вы охарактеризуете данное развитие и какие изменения следуют за происходящими в последнее время событиями? Дело в том, что в данной ситуации мы должны констатировать, что Армения не одна. Мы видим ясную твердую поддержку Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и Великобритании, что нетипично для политики Великобритании. Необходимо отметить следующее. После реализации дипломатических усилий Соединенными Штатами мы видим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, где подтвердил, что не собирается продолжать боевые действия и готов принять международную миссию в Азербайджане. Второе заявление было с заявлением Эрдоган, который сказал, что если коридор не пройдет через Армению, то он пройдет через Ирану. Безусловно, что данные действия являются результатом воздействия дипломатического Соединенных Штатов Америки. И мы должны быть благодарны американскому народу, правительству, руководству Соединенных Штатов за подобные действия для спасения армян, для укрепления независимости и государственного суверенитета Армении. В этом же ряду мы видим обращение президента Соединенных Штатов Джо Байдена по премьеру Министу Армении Николу Пашиняну. Безусловно, что Россия не оставляет и не будет оставлять попыток оккупировать Армению совместно с Азербайджанской армией пробить коридор в Турцию для усиления своей экономической мощи и более успешного ведения боевых действий против Украины. Это главная цель России. Также Россия рассчитывала на то, что недовольство ситуации в Карабахе приведет к смене руководства Армении на однозначно пророссийское, на своих прямых, а не косвенных агентов. Россия достаточно удивлена, что этого не произошло. Вот. И, безусловно, проевропейской оппозиции нужно быть все равно очень внимательны и усиливать количественное присутствие своих сторонников для недопущения данного сценария. Безусловно, что армянский народ достоин проевропейских сил, армянский народ достоин патриотических сил, а не смены власти Никола Пашиняна на пророссийские элементы. Поддержка России в Армении нивелирована и фактически критически малое количество как граждан Армении, так и граждан Арцаха сейчас поддерживают Россию, так как увидели действия России, которые были явно однозначно антиармянскими как по действиям, так и по заявлениям российских политиков. Господина Вакьяновна, такой вот вопрос. Мы видим слезы, горечь наших соотечественников, которые покидают Арцаха. Вот кто должен понести ответственность за происходящее, кто те, и чтобы мы рано или поздно должны же наказать тех, кто виноват во всем происходящем, несмотря на временной отрезок. Я имею в виду, начиная с постсоветского периода современной, так называемой Третьей Республики. Так, безусловно, мы должны учитывать следующие факторы. Большое количество армян, которые могли быть репатриированы в Арцах, начиная с 15 мая 1994 года, после окончания боевых действий. Армян, которые хотели поселиться в Арцахе и на освобожденных территориях. Этим армянам это было не позволено. Кто мог не позволить армянам селиться на освобожденных территориях? Безусловно, тогдашнее руководство Арцаха. Кто эти руководители Арцаха? Это Роберт Кочарян, это Аркадий Гугосян, это Бако Саакян и, безусловно, Арай Крутюнян, который не обеспечил мобилизационных оборонительных действий в преддверии последнего полуторадневного вторжения азербайджанской армии, хотя у него были все возможности для реагирования и подготовки к развитию подобного сценария. Мы должны понимать, что в теперешнем состоянии армия обороны Нагорного Карабаха не могла развить азербайджанскую армию, но имела достаточно ресурсов при проведении мобилизации для того, чтобы остановить продвижение азербайджанских поезд и не довести ситуацию до катастрофического сценария, дождавшись реакции мирового сообщества. То есть, получается, у них была эта возможность, и они максимально не реагировали, максимально не готовились к тому, что произошло? Они максимально действовали исключительно в интересах Российской Федерации, предав свой народ и не выполнив свои функциональные обязанности в качестве руководителей Нагорно-Карабахской республики. Совершенно естественно, что эти люди должны понести ответственность в соответствии с законом. А уровень этой ответственности должен определить суд и предварительно следствие. Это однозначно. Кроме того, что эти люди остановили репатриацию, не позволяли армянам репатриироваться на территорию Нагорно-Карабахской республики, мы должны понимать, что в Карабах были, отправлялись миллиарды долларов, не один миллиард долларов для укрепления образноспособности республики, для создания лучшей инфраструктуры для экономического развития. Очевидно, что данные средства, которые собирались армянской диаспорой, были разворованы. Безусловно, что необходимо продвести следственные действия, чтобы определить, кто из руководителей Нагорно-Карабахской республики обогатился и откуда у людей, которые никогда не занимались бизнесом, не только в Нагорном Карабахе, появились многомиллионные капиталы в иностранной валюте. Это второй фактор, безусловно. Третий фактор – должны быть расследованы обстоятельства вербовки данных деятелей и работы их на разведслужбы иностранных государств. Мы в данном случае говорим о Российской Федерации. Должны быть расследованы факты гибели руководителей армии Нагорного Карабаха в период 1990-1994 годов, в том числе руководителя Нагорного Карабаха Артура Макарчан. Вот то, что должно быть сделано с формальной точки зрения. Господин Авакьян, а что должны были делать власти Армении, но не сделали? Дело в том, что учитывая, что власти Армении, которые представляли единую связку, я имею в виду Роберта Кочиряна и Сержа Саркисяна, с тогдашними руководителями Карабаха, которые являлись их протеже, действовали заодно, и поэтому ждать от них каких-либо действий, особенно после проведения спецоперации по уничтожению руководства Армении в 1999 году, и в рамках этой операции не было расследования, участия тогдашних руководителей Армении и Нагорного Карабаха, то понятно, что говорить, что они должны быть сделаны, это бессмысленно. Дело в том, что не было сделано ничего в рамках демографического развития Нагорного Карабаха. Соответственно, был снижен подобным образом потенциал для экономического развития и мобилизационный потенциал. Вот с чем мы имеем дело на сегодняшний момент, и все, что произошло в 2020 году и в 2023 году, есть результатом руководства Армении и Нагорного Карабаха, результатом действий так называемой армянской элиты, которое можно характеризовать как предательство интересов армянского народа и государства в пользу иностранного государства, в данном случае Российской Федерации. Господин Авокеон, если возвращаться в наши дни, когда Азербайджан предпринял очередные боевые действия, почему власти Армении не отдали приказ вмешаться в Министерство обороны Армении? Дело в том, что задачей России было втягивание Армении в эту войну для того, чтобы действительно реализовать свои цели по открытию коридора через Южную Армению. В данном аспекте и я, и большинство подавляющих тех экспертов, которые отслеживают ситуацию, согласны с мнением, что Армении удалось не ввязаться в войну, где Армения понесла бы поражение и потеряла бы контроль над коридором через Сюник. Для эффективной организации боевых действий необходимо после поражения 2020 года привести армию в надлежащее состояние. Очевидно, что это не было сделано. Соответственно, любая война привела бы к... Я не хочу сказать поражению, но привела бы к худшим последствиям для Армении с учетом мощнейшей коалиции, которая состоит из Турции, Пакистана, Азербайджана при поддержке Израиля и непосредственном участии России на стороне Азербайджана. Поэтому у Армении на данном этапе без определения четкой своей позиции шансов было бы достаточно мало. Господин Аркин, тогда получается, руководству Армении виновата то, что к моменту начала этих последних боевых действий оно не было готово к подобным развитиям. По крайней мере, за это оно должно будет ответить. Для того, чтобы быть готовым к данному развитию, необходимо было выйти из ОДКБ и вывести российскую базу с территории Армении. Получить поддержку от Соединенных Штатов не с просьбой о помощи, а по обращению по немедленному вмешательству и размещению войск Соединенных Штатов, Франции и других стран на территории Армении с целью поддержки для спасения государства. Еще вчера необходимо было выйти из ОДКБ, еще вчера необходимо было разорвать все договора с Россией и вывести российскую базу. Без этих действий говорить о полноценной поддержке Армении со стороны Запада не приходится. Несмотря на то, что данная поддержка реализуется и благодаря данной поддержке Армения существует и выживает. И благодаря данной поддержке операция по коридору через Сюник в Сан-Гизур не реализуется. И, господин Овакин, я позвольте процитирую. Было бы уместно сказать о той помощи, которую выделяют западные государства, что Швеция, Штаты, Франция и другие. Иврысия, 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 иврысия. И нужно выразить свою благодарность за те финансовые средства, которые выделяются в данный момент. В том числе стоит упомянуть законопроект Менендеса, который предполагает огромную финансовую помощь самой Армении вплоть до 28-го года. Надеемся, этот законопроект пройдет и будет приведен к исполнению. Господа Овакин, на фоне всего этого мы из Москвы слышим только упреки. Да и сама Захарова, и Песков своими словами признают, что это наказание, то есть они наказывают тем самым армян за их, так сказать, желание быть свободными, нежелание быть их покорными слугами. Армения должна быть последовательной, окончательно выкинуть оккупационную российскую армию из Армении. Вот что необходимо делать. Россия, потеряв Армению, потеряет и весь Южный Кавказ, а впоследствии и Северный Кавказ. Вот что произойдет с Россией. После этого очевидно, что Россия начнет депортацию армянского населения с России, что приведет к обвалу российской экономики. Вот приблизительно те перспективы, которые мы должны видеть и понимать в данном развитии. И, Коля, вы сами упомянули по поводу армян России, и Песков говорит, приводя в качестве аргумента своих слов, то, что в России живет больше армян, чем в Армении, хотя это спорный факт. Как вы думаете, почему... То есть в очередной раз угрожают... Были армяне сначала в Нагорном Карабахе, в Арцахе заложниками, теперь они пытаются вывести... Представить в качестве заложников армян, живущих в России, и тем самым угрожают Армении, если вы что-то опять не так сделаете. У нас тут есть ваши соотечественники. Хотя по факту они больше сейчас играют роль для российской экономики, чем для нашего государства. Пескову стоило бы ознакомиться с результатами переписи Российской Федерации 2021 года. Это россияне пишут, что там живет чуть больше 900 тысяч армян, всего лишь. То есть, естественно, мы знаем, что данное количество как минимум в три раза выше, но мы руководствуемся официальной переписью, а российская перепись, это практически святой документ, где пишут только правду, естественно, что в России живет всего лишь свыше 940 тысяч армян. Поэтому это далеко, во много раз меньше, чем население Республики Армения. Вот пусть почитает свою же перепись, работает с позиционным материалом, повысит уровень своей грамотности. Вот что можно ему сказать. Касательно же шантажа, Россия общалась с Арменией с шантажом, обманом, продавала армянские интересы. Более 200 лет, это нормальная практика. Вопрос в том, что армяне не реагировали и не делали адекватных выводов. Но это проблема армян, это не проблема России. Также это проблема армян, почему мы не заселили отца в таком армяне глобально, да, я говорю по технической армянине. Почему мы не создали мощную армию, почему мы глобально, это ответственность каждого из нас, действовали в 2020 году в интересах России и не воевали, так как должны были воевать, находясь на грани уничтожения. При этом пожертвовали пятью тысячами молодых армянских мужчин ради интересов России. Господин Вайкан, не знаю, насколько вы осведомлены или нет, сейчас в Армении условно две точки протестов. Это первая на площади республики и вторая на площади свободы у оперы. Мы за, допустим, полюс инициировало движение по освобождению от Никола Пашняна от власти задолго до последних событий в Арцахе и продолжает свое женевное нахождение на площади свободы. Как вы думаете, наличие открытых российских агентов, освещения российскими средствами массовой информации, протеста на площади республики, поможет ли нашим соотечественникам открыть глаза и понять то, что там идут совсем другие игры, и не преследуют те благие цели, которые побуждают наших соотечественников присоединяться к ним, к данным протестам. И довольно-таки мы уже который день проводим шествия, митинги в Ереване по улицам Еревана, и в один день довольно-таки очень напряженная была ситуация, напряжение висело в воздухе, и благодаря грамотному руководству нашего движения мы смогли избежать столкновений друг с другом. В конце концов, там тоже есть патриотично настроенные люди, которые по факту являются жертвой пропаганды. Дело в том, что за пределами Армении всем понятно, что у здания правительства собираются прорусские силы и люди, которых обманули российские агенты влияния. И всем известно, что на площади свободы собираются проевропейские силы, которые хотят, чтобы Армения стала независимым, действительно мощным государством, как военным, так и экономическим, в принципе. Это объективная информация. Для того, чтобы объяснять людям правду, необходимо создать источники, каким образом эти люди могут быть информированы о реальном состоянии дел и самостоятельно дать им возможность проанализировать ситуацию, опираясь на фактологическую базу. Как минимум, необходимо распространять эфиры, подобные нашему сегодняшнему эфиру, максимально по возможности для того, чтобы у людей были те источники информации, которые бы давали им возможность задуматься и проанализировать информацию. Господа Вакьяновна, давайте в завершение нашего сегодняшнего выпуска немножко об Украине. В силу последних развитий событий, я допустим, ну, мне было не до развития в Украине. Какие есть новости с полей фронта, какие развития и как идет наступление украинских вооруженных сил? Вооруженные силы Украины, пусть медленно, но с каждым днем подвигаются вперед, как на юге, так и на востоке. Это продвижение дается очень тяжело. Система обороны россиян эшелонирована и хорошо подготовлена. Фактически боевые действия идут в дискуссе Первой мировой войны, когда с помощью артиллерийских ударов и больших масс пехоты организуются наступательные и контрнаступательные действия на многих участках фронта. В Украине необходимо для успешного и быстрого, условно, контрнаступления, увеличения количества огневой мощи артиллерии, это увеличение количества стволов, и усиление системы ПВО и РЭП, и, безусловно, Украине необходимы дальнобойные ракеты свыше 150-160 километров, и усиление авиационной составляющей. Будем надеяться, что союзники Украины, коллективный запад, максимально быстро предоставят Украине данные вооружения для успешного продвижения операций. Будем надеяться, что техника, которую Россия приняла от Азербайджана на утилизацию техника армии обороны Аборного Карабаха, что эта техника будет идентифицирована и нашими союзниками будут приняты необходимые меры. Также в этом направлении. Это очень важный аспект. Есть очень много информации, в том числе прямой, о том, что техника, которую Россия захватила у армии Нагорного Карабаха, движется к украинскому фронту, что, безусловно, усиливает возможности России. Надеюсь, украинцы тоже примут это к сведению и пересмотрят свои взгляды относительно азербайджанской политики и влияния в Украине. Я хотел бы отметить, что никогда не нужно смешивать мнение украинской нации и идентифицировать его с мнением блогеров и сайтов, в том числе YouTube-каналов, которые финансируются Турцией и Азербайджаном. Это совершенно разные опции. И армяне должны учитывать, что это не является мнением украинцев. И мы должны помнить, что армяне и Украина не воевали бы массово тысячами за Украину, если бы в Украине армяне не чувствовали себя как на своей второй родине. Спасибо, господин Вакьян, за сегодняшний выпуск. Надеемся, наши выпуски будут в обычном режиме. Не как последние два месяца. Мы не могли провести передачу. Но будем следить за развитием событий. А также, дорогие зрители, напоминаю, что следующий митинг большой полюса пройдет 30 сентября на Площади Свободы в 16.00. Обязательно присоединяйтесь. В ближайшее время, я думаю, полюс продолжает находиться на Площади Свободы. Вы всегда можете приходить, если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите чем-то помочь, можете прийти на Площади Свободы, пообщаться с членами Совета Полюса, с другими людьми и внести в свою лепту. Кстати, также вчера было объявлено, что мы также будем принимать участие по помощи наших соотечественников из Арцаха. Вы тоже можете прийти, если у вас есть какие-то возможности и пожелания. Также можете оказать свою помощь. Спасибо, господин Вакьян, за сегодняшний выпуск. На этом мы сегодня прощаемся с нашими зрителями, сторонниками. Если вы еще не подписаны на нас, подписывайтесь на канал Полюса, на канал Господин Вакьяна, который в гиперссылке отмечается в заголовке к данному видео. И ставьте лайки, комментируйте. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Господин Вакьян, если есть что-то добавить, пожалуйста. Я хочу пожелать армянам всего мира объединяться. Я хочу призвать армянских солдат и офицеров, которые живут в Южной Америке, в Северной Америке, в Европе и в Азии, объединяться в организации, которые будут оказывать помощь Армении. Самое главное, помощь инструкторами, помощь подготовки личного состава и принимать участие в воссоздании новых вооруженных сил Армении. Это исключительно важно. Армяне, собравшись в единый кулак, смогут не только восстановить утраченные позиции, но прийти к восстановлению исторических прав армянского налога. Для этого необходима качественная, серьезная работа всем вместе, дорогие друзья. Спасибо, господин Вакен, дорогие зрители. На этом сегодня все. Мы прощаемся. Оставайтесь с полюсом. Будем освещать все развитие событий. До свидания. До новых встреч. Подписывайтесь на канал Национального Демократического Полюса в YouTube.